Всем привет! В этом видео вы увидите распаковку таких элементов жидкостного охлаждения, как резервуар, помпа и крепление для этого резервуара. По сути, это видео является анонсом будущего сериала, посвященного жидкостному охлаждению компьютерных комплектующих. Ну и начну с резервуара, модели EK-XRES-100REVO D5. Название этого резервуара говорит нам о том, что он используется только в сборе с помпой и только в форме фактора D5. При распаковке резервуара мы видим следующее. Инструкцию по монтажу и подключению данного резервуара. Крепление резервуара и две разные резиновые прокладки. Кулек с винтами и дополнительными аксессуарами. Ну и сам резервуар. Внизу резервуара находится специальное кольцо с резиновой прокладкой, которое плотно крепит помпу к резервуару. Сверху находится крышка резервуара с резиновой прокладкой. В самой крышке есть отверстие, которое выполняет функцию клапана. Прозрачная колба имеет ширину и высоту 60 мм, но может быть заменена на более высокую 100 мм. Внутри резервуара установлена специальная антициклоновая пластина, которая стилизована под эмплему компании EK. Ее можно заменить на антивихревую пористую прокладку или маленькую колбу для уменьшения шумоциркулируемой жидкости в системе. Дальше переходим к распаковке помпы EK-D5 PWM G2 Motor. Это недавно обновленная версия помпы форм-фактора D5 от компании EK. Не пугайтесь, если услышите вот такой вот скрип у помпы. Его при работе нет. И последняя деталь, это специальное крепление для резервуара, которое позволяет его крепить к стенкам корпуса или 120 мм вентиляторам. Ну и давайте перейдем непосредственно к сбору всего этого. Сам процесс очень простой. Но главное не забывать все сделать в точности с инструкцией или как это делаю я. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok